итак запись пошла это значит что мы можем наконец-то начать всем привет добро пожаловать и мы продолжаем проходить дисгаю 6 пера мы прошли пролог и первую главу знакомились с познакомились цель церберасом прекрасный песик наш севаром еще познакомились повелителем меню еще познакомились с нашим хаб локацией наших облакаций которые создал цербер за что ему спасибо помимо прочего мы начали потихоньку создавать персонажей которые раздаются вам зрителям в чате и собственно вы выбираете какие характеры вы хотите для своих персонажей внешний вид я бы тоже дал бы вам возможность выбрать но к сожалению в данный момент внешний вид еще не открыт так что чуть позже может быть если что там поменяем и тому подобное напоминаю что для того чтобы стать одним из персонажей игры что вам нужно сделать практически ничего быть членом чата гудгейма основного так мне будет удобно следить за вами плюс ну присутствует на стриме это раз ну и само собой приоритет отдаю премиум зрителям и донатером а потом уже и всем остальным и если у нас несколько людей претендует на одного персонажа мы используем рандомайзер и отдаем этот персонаж тому кому решит рандомайзер так вот собственно чатик чтобы вы так сказать остались на записи в на записи не спрашивали с кем я разговариваю это бывали моменты и так давайте продолжим вторая глава ранее в дисгая 6 супер инкарнация зеда и компании что оказались совершенно новым мире на дворе стоял 6660 икс год и присподня была окутана атомным пламенем помните дети играть с огнем не круто поднялся занавес для битвы между зетом наследником высшей техники демонов и ивара повелителем конца века разве я только что не говорил что играть с огнем не круто заткнись и сгори остановись разве тебе никто не учил что невежливо поджигать людей zed вышел из жаркой битвы победителем после этого он жил долго и счастливо со своей младшей сестрой я прожил свою жизнь без единого сожаления и от ивара не осталось куска телесор инкарнации никогда не останавливается и как следствие начинается новая история ребят поняли поджигать людей невежливо дефлейм осторожны только жаль его нету в чате пола вот кстати да мне тоже взрыва атомные бомбы напомнил fallout так ну что ж посмотрели так сказать то что было ранее вставай zed процесс супер инкарнации почти завершён сколько десятков тысяч раз это уже делали черт похоже этого все еще недостаточно он твой соперник твой противник самый сильный бог разрушения который когда-либо существовал ты не можешь ожидать что тебе удастся так легко его победить чертенцы и сырного январа мотоцикл на сашки хакай шин утау спутник если тебе не нравится супер а реинкарнация тогда стань сильнее и победи его уже после этого закончишь хорошо я понял этот мир довольно яркий я никогда не мог себе представить такое место как это когда рос на кладбище похоже это мир людей но о герой да как-то мог так пасть ты кто черт возьми такой я мизидор король человеческого мира и это мой священный долг воскрешать героя всякий раз когда он или она погибает в бою так король мизидор класс король логично грязный богатый король человеческого мира деньги заставляют мир вращаться я герой о чем черт возьми говорит этот парень но до меня доходили слухи что король человеческого мира обладает особыми способностями воскрешать героев возможно его способности резонировали с твоей супер инкарнации что в результате привело нас в этот мир все это звучит как тарабарщина для моего гнилого мозга о чем ты бормочешь герой у тебя нет времени лежать мертвым ты должен одолеть бога разрушения одолеть бога разрушения мне не нужно чтобы ты говорил что делать я буду бороться с ним столько я буду сражаться с ним столько раз сколько потребуется подожди ты куда это собрался герой заткнись я не герой черт возьми эпизод второй король и герой и да ребят я немного все таки изменил свой подход к переводу если до этого я пытался озвучить как только прочел хотя бы один раз фразу в дальнейшем буду все таки ждать пока озвучка оригинальная закончится если там она есть после чего уже озвучивать перевод а то все таки это иногда скажем так убивать с толку посмотрим как пойдет таким образом я иногда пытаюсь слишком быстро и путаюсь словах так на пару слов теперь ты можешь использовать супер реинкарнацию из из этой темной ассамблеи настоящее время всякий раз когда ты будешь умирать биться с боком разрушения ты автоматически супер реинкарнируешься в новом мире однако на данный момент я добавил возможность реинкарнации чтобы ты смог использовать ее когда тебе заблагорассудится без необходимости умирать да ну звучит довольно полезно после супер реинкарнации на темной ассамблеи твой уровень будет сброшен до первого подожди секунду серьезно? более того твоя мана будет сброшена до нуля что за шутки однако твои базовые статы увеличиваются со временем ты со временем ты будешь достаточно сильным чтобы полностью компенсировать недостатки кроме того ты будешь получать особые очки известные как карма в зависимости от уровня на который ты совершил супер реинкарнацию с его помощью точнее с их помощью ты сможешь улучшить тип способности персонажа или раскрыть потенциал чтобы еще больше облегчить его рост да ну серьезно супер реинкарнат нет используя супер реинкарнацию снова и снова ты сможешь обрести силу превосходящую твои самые смелые фантазии ну что ж тогда думаю стоит это попробовать отправляясь на темное ассамблею или темное собрание ребят как мне лучше называть как вам приятнее слышать темное ассамблея или темное собрание то я не могу определиться ассамблея в пятой части я вроде ассамблея как раз таки использовал матвей дает одно и то же просто как бы понятно без разницы ассамблея ассамблея окей тогда буду все-таки придерживаться ассамблей независимо от того сколько раз кто-то умирает супер реинкарнация будет возрождать своего подрядчика до тех пор пока его желание не будет реализовано указанный подрядчик будет становиться сильнее с каждым последующим возрождением то есть при условии что они не признают свое поражение благодаря этому я превратился из обычного старого зомби в настоящего могучего верно раньше ты был безхребетным во всем во всех смыслах этого слова ты даже не мог заставить себя убить муху бывает но теперь когда ты их видишь ты весь такой бугага прочь с моей дороги вы никчемные насекомые или еще какой-нибудь чушь вести силу конечно тебе потребовалось чтобы ты отказался от своей морали и здравого смысла но думаю что но думать что ты так долго будешь гнить телом и разумом а кто бы говорил ты такой же мерзкий как и я паршивая шапка ну уж прости но ты вообще осознаешь что разговариваешь с создателем супер реинкарнации так ли может быть сейчас я не более чем просто дворняжка но в свое время я был великим мудрецом супер мудрецом даже теперь ты называешь себя супер мудрецом ладно не важно я не собираюсь тратить свое время на притворство с тобой это не просто притворство если бы ты знал о моих достижениях которые совершил тогда и гарантирую что даже ты был бы эй а ну вернись сюда Z я еще не закончил с тобой разговаривать а я закончил так что у нас в магазине так слушайте я предлагаю нам закупиться новой экипировкой для начала что скажете будет удобнее так дальше мугерику нужно отдать кстати мугерику ты в чате так дальше сейчас сейчас у него топор нет этот топор сейчас у матвея лучше чем меч так понятно мугерику в чате нет окей первый день пошел так резистын то неплохо салар окей спасибо тогда ты будешь у меня секретарем ты мотер по сути то же самое и ты там записывай все потом будем казнить так вообще-то да деньги как бы не резиновые а что я тут могу продать ненужное ну это все может пригодиться разве что только оружие старое но это стоит копейки пока что сидит так погнали на ассамблее ну я думаю после объяснения насчет супер инкарнации вы поняли как в этой игре нужно будет качать персонажей придется очень часто делать супер инкарнацию посмотрим уже как там в итоге но походу так всегда для меня всегда большая честь иметь вас у себе ваше присутствие всегда приветствуется здесь на темной ассамблее так созвать ассамблею супер инкарнации инкарнация так средний че только into о фак так смотрите тут у нас способности которые можно разблокировать за карнус со временем собственно передвигаться на 1 2 3 4 клетки дальше дальность броска тоже до 4 контратака о господи сколько нулей так сила прыжка атак рейндж о фак дальность атаки атаки на 2 увеличит это же огромное преимущество будет в бою о и дамаг 5 6 7 8 9 10 кстати это не так уж и дорого да игра прямо такая говорит эй реинкарнацию совершай и ты получишь очень хорошие плюшки ну салар кстати да и там все посмотрим написано что-то наше текло ну знаешь я не уверен тут вроде ничего не написано ну в первую очередь я думаю все-таки если и качать что-то тут за карму то это передвижение раз и дамаг а потом уже посмотрим нынешний цвет и нормальный ну по сути на это одно и то же понятно и супер инкарнация кому еще совершим супер инкарнацию кого-нибудь прокачанного как мне придется оставить все равно вот давайте сакру тоже так стоп то что мне нужно я не могу прокачать эти очки можно копить на следующий раз заведи мне приня пожалуйста хорошо салар сейчас сделаем так ну вот приня сейчас создаст приня как тебе такое тебя родит приня как бы это не звучало так просто салар или полностью написать твоё имя уже в базе данных так больше хп так какую личность ты хочешь обычную уверенный в себе или трудоголик третью все понятно окей кто-то еще хочет приня так быстро доступный салар приня так ладно если что потом потом если кто-то еще хочет приня зайдем чуть позже так ну все думаю можно идти к следующему заданию так мир людей тронный зал погнали эй герой я приказываю тебе подождать что сейчас я же говорил тебе да я не герой бред бред пожалуйста выслушай то что я хочу сказать в настоящее время этот мир в настоящее время этому миру угрожает бог разрушения мы должны полагаться на твою силу а теперь бери эту палку 500 баксов и отправляйся свое путешествие чтобы спасти мир угрожать а ты серьезно думаешь что можно победить бога разрушения с помощью палки 500 баксов это намного большее чем заслуживает какое-то сорвание зомби не трать свое время вот такого болуана как он давай пойдем сербер подожди о герой в таком случае как насчет этого так мизидор вытащил из кармана огромную пачку наличных это было супер эффективно что-то чернозьми такое не ха-ха то что любят все пачку копил если тебе удастся уничтожить бога разрушения они твои ну смотри это то что я конечно говорю но все они фальшивые как будто я действительно отдал бы свои драгоценные деньги как кому-то зомби да прекрати ты нести эту чушь я сражаюсь не за деньги черти одели прошу прощения этого это не может быть правдой деньги это то чего хотят все герои боги святые деньги которые заставляют мир вращаться но только не в моем случае не нужно смешивать меня с этими неудачниками нехо-хо значит значит ты хочешь сыграть именно так тогда я покажу тебе силу наличных иди сюда мой маленький пожиратель денег да уж так миссидор миссидор разбрасывает свои купюры повсюду в результате чего появляется легион отважных воинов нехо-хо блин это звучит как он как будто лошадь какая-то ну ладно что ты можешь сказать по этому поводу а? вот в чем сила денег ребят как вам этот король мне нравится так что у нас там найтфокс привет 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 всем найтфокс натурат поздравляю качкой так матвей вперед скажи в чем сила братан сила в количестве денег в данном случае лунар устало твое время так мне нужно чуть-чуть так ну салар настало и твое время наверное хотя ты пока что не прокачанный нормально сойдет нормально сойдет далеко что такое мастер я салар не мастер хорош я тут еще горячие клавиши пытаюсь вспомнить параллельно давно не играл плюс свечовское управление надо привыкнуть чуть-чуть так стоп нужно похилить этих пацанов можно одного сюда одного сюда поставить у меня рука ты понимаешь насколько это было бы жопа поджигающая вещь ну да я думаю ты понимаешь ну solar ну для этого да они достаточно чтобы били идеи а если будут убивать просто больше экспы будут получать по идее ну все нормально поднять пусть поближе так много раз отмену нажал а и и и и и и и и и у и непwn ну бал к а где venues так как понимаю еще вот эти трое остались и все матвеев давай молодец красава вот это я понимаю но это слишком опасно его еще могут сейчас завалить эти опытом и сервана получим даже если бить никого не будем просто меньше чем обычно чем можно получить если будем кого-то бить ну герку мы будем тебя помнить и был хорошим воином это лучше сделать он сначала по хилю ну а прямом так это поставим гг разве его добьет и получит опыта неплохо я надеюсь так ну а маг если он хочет бить то нужно подходить в радиусе попадания под атаки врага а то я видел крис вчера типа я всегда на передовой отправляю мага а как иначе на начальных этапах тем более если отсюда бить нельзя если хочешь бить магом по врагу ты должен поставить вот сюда ну или его вообще не использовать ну салат потому что ну как бы подкола подколами но это типа ну из разряда хотя бы смотри что происходит на экране причем обвинять если это был один раз два раза то и окей но не часто это уже видел ну вот чуть-чуть я могу тут сделать ничего спина мне нужно нензу чем раз я не могу нормально нормально где-то живет не достает а если сделаем вот так достанет отлично матвей не достанет до отправим бросать матвея поближе я дарюс почему ну потому что тут игра права очень огромные статы в период Добавляйся! Попробуй! 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 Что это? Теперь мы будем играть! Мой лоу! Бу-гага! Сдохни-сдохни-сдохни! Вы любители денег! Куски мусора! Ох! Потрясающе! Для никчемного зомби он необычайно силен! И самое главное, он обладает невероятной силой воли, чтобы противостоять соблазну денег. Он действительно единственный в своем роде. Он, возможно, является тем, кого я так долго искал. Дарис, максимальный левел тут вроде... Девять... Тысяч... Девятьсот девяносто девять... Нет, стоп! Где там он был? Девятьсот девяносто девять миллионов... Девятьсот девяносто девять тысячи... Девятьсот девяносто девять... О! Хех! Вроде! Если не больше! Так... Мизидора смотрит... Смотрит на пати с ожиданиями. Да и кому какая рейтс? Подожди, 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 подожди! Я прошу тебя, пожалуйста, разреши мне присоединиться к тебе в качестве твоего товарища. А futures... Подожди, 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 подожди! Товарищи, чёрт возьми, нет? это из-за денег я дам тебе столько только ты захочешь если ты предпочитаешь я могу дать тебе замок я сказал что мне не нужно ничего из этого дерьмо единственное что мне нужно это одолеть бога разрушения не будь таким поспешным z он предлагает нам кругленькую сумму причем его просто непринятие это может помочь нам победить бога разрушения ладно в таком случае я возьму это о герой тогда ты принимаешь меня в качестве товарища нет и моим товарищем с этого момента ты будешь моим чертовым кошельком вот и все только моим кошельком так миздор стал кошельком за это прекрасно что это такое знак дружбы миздор подарил зэду полный сет невероятной экипировки которая стоит в рознице 100 миллионов нормально отлично серьезно клево бугага мне удалось стать его товарищем всего за 100 миллионов баксов это мелочно карманные расходы как я и думал за правильную цену действительно можешь купить все что угодно как же такое могло случиться его величество пал во власти сил зла так не пойдет я отказываюсь стоять старание ничего не делать когда мир ускользает из нашего мира это еще кто такой был на пару слов назад магазин квестов теперь доступен для использования магазин квестов ты можешь выполнить самые разнообразные задания и запросы заверши одно из них и ты получишь награду соответствии с заданием выполняя определенные квесты это может увеличить количество классов и монстров доступные для создания на темной ассамблеи я подготовил для тебя один такой квест который откроет глаз вора возможно ты бы мог начать с того что попробуешь это сделать магазин квестов да хорошо тогда я пошел так ребят кто у нас вором хочет стать раз пойдем открывать его наконец-то я тоже стал товарищем героя никогда бы не подумал этот день настанет бумажником они товарищем и в последний раз повторяю я не герой бред да безусловно настоящий герой до мозга костей возможно краткий обзор развеет твои сомнения относительно того насколько только большая твоя сила героя частично используя основы теории героев вот а теперь слушай внимательно начнем с того что определяется героем так это и вот он продолжает что-то бормотать этот парень стоящий зануды действительно было бы опрометчиво называть героя таковым только по заслугам могущества это ну просто знак воина настоящий герой должен обладать стальной воли который не хватает эпичному сброду о господи одну важность данного факта дабы описать целого дня будет недостаточно дальнейшие диалоги опущен короче говоря твои исключительный набор черт делает тебя самым типовым и самым счастливым героем во всех измерениях во всех верно слушай если ты так помешан на героях то почему бы тебе просто не стать одним из них если бы я только мог если бы превращение если бы смена класса на героя было бы так просто осуществить да ну кирилл вообще-то тут наш первый компаньон это церберус ты абсолютно уверен что все в порядке но король человеческого мира компаньон зомби и все остальное конечно да если под компаньоном ты имеешь ввиду кошельку для начала что именно ты планируешь сделать в человеческом мире о я тут не о чем беспокоиться я при деньгах и я просто оставлю все на усмотрение моих министров взяточников это звучит как еще более большой повод для беспокойства неужели нет никакого шанса что они могут придать тебе бу гага во всем мире людей нет соблазна слаще чем мои собственные деньги и кроме того это гораздо важнее теперь когда я стал компаньоном героя меня ждет грандиозное приключение полное острых ощущений и чудес ты же знаешь что мы типа собираемся сразиться с богом разрушения верно так что у нас не будет тут сплошь и рядом веселья и игры а тут не о чем беспокоиться я при деньгах с моим бюджетом мы можем получить лучшие предметы и лучшее медицинское обслуживание а теперь о герой давайте отправимся используя деньги в качестве нашей опоры силы мы вместе одолеем бога разрушения эй я не выполняю приказы от какого-то кошелька черт я дери действительно довольно странный король тем не менее ну остро нуждаемся в средствах нам лучше использовать его как только сможем да так это магазин квестов у нас есть кое-какая работа которую нужно выполнить видите ли я так же много ребят готов взяться за такую работу так что вы бы мне очень помогли салар кстати хороший вопрос я еще не проверил сейчас посмотрим насчет экипировки мне кажется наша нас обманули так завершите их и вы сможете получить отличные награды за свои проблемы теперь вперед заработайте все так принять квест так награда ангард ветки так о господи сколько тут квестов 80 штук понятно из квестов что открывает классы только наборы есть пока что пендел а на на но так а ну как бы мы уже его типа выполнили это было быстро о наконец-то лучник так для того чтобы открыть лучника нам нужен воин первого ранга или выше или этот илер уже 1 или выше так тут тоже самое книзе я думаю возьму все эти квесты у армур night нам нужен воин второго уровня ра ранка и боевые искусства мальчик на это ведьма отлично мы еще не взяли первый ранг как будет взят первый ранг иди это должно появиться написанное чтобы прошли квест лишь подобное предел так посмотрим что там насчет экипировки так ну как бы вот тут появился меч слушайте ultimate sword счет он как-то не очень сейчас дадим его ну например матвея ну как-то хрень ну вот за это спасибо окей но чё-то да по статам если это стоит 100 миллионов ну держи матвей так просто верь ну да описание забавное посмотрим при ближайшем рассмотрении на нем мелкие мелким шрифтом написано возврат денег не производится никаких рефандов ребят так на ней есть метка 10 и чем местной валюты который кто-то попытался удалить нифига но не 100 миллионов стоит вот-то киберпан купил так на ней написано третий год класс б такеши может быть ремесленник господи ребят нас на долин сто процентов в руководстве пользователя сказано все что вам нужно сделать это поверить посмотрим там еще что-нибудь далее что-то надеялся что нам сейчас дадут топовую экипировку мечтать не вредно так ребят кто на сбор вот она воришка поднимите руки кто хочет стать воришкой не знаю насколько часто его использовать буду но пусть будет ну матвей хорошая мысль ну кстати да придется придется кто-то вчера хотел волка вроде говорил кирилл ты как бы уже взял очень сократ а самурая ну да он вроде говорилось самурая да и хора мне кажется а самурая все-таки что никого ну ладно так мне давай ты бы там лэйси если что ну окей сало давай ну правда нужно твое имя написать в женском роде в женском роде ой хотел он я реально писать не не все нашли салар ой ой скотч будет инкомпетентная так есть что нужно скорость можно сразу десятого отлично рейзер это уже не то итак какую личность хочешь хочешь негодяйка взволнованный или мяу мяукающая короче понятно понятно лёгий вас он да она а 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 этой а а а а мы можем идти дальше но для начала давайте маленький перераз делаем так что продолжение следует Продолжение следует...